По обочине дороги иду в Ставку Сталина. Хорошо бы тропиночку, конечно, здесь сделать. Нет, это не Ставка Сталина, зато красиво. Еще раз добрый день. Входим на территорию Музея Победы на Поклонной горе Ставка Сталина. Справа от входа обелиски тех военно-начальников, которые внесли неоценимый вклад в победу в Ржевской битве с фашистами. Андрей Иванович Еременко с апреля 1943 года командующий войсками Калининского фронта. Эта аллея героев была создана по инициативе министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Мы видим обелиск генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Здесь создан музей с небольшой, но богатой подлинными вещами коллекцией. В 8 января 1942 года было развернутся целый ряд операций. Те люди, которые лежат в этой земле, они смогли для своей страны в свое время сделать только одно. Наверное, самое. Затем его машиной перевезли в этот дом. Хозяйку дома с дочерью временно переселили к соседям. Сталин переночевал в этом доме. А 5 августа ему позвонили из Москвы, из генштаба, и сообщили о том, что наши советские войска освободили города Орел и Белгород. Из воспоминаний генерала Орел просто и тепло. Примет его потрясную руку и пристально глядя на меня сказал, как вы смотрите на то, чтобы дать салют в честь тех войск, которые взяли Орел и Белгород. Войска почувствуют одобрение своих действий, признательность Родины, вызовут гордость за свою армию и отечество. И Сталин, позавещавшись, принял решение о проведении первого победного салюта. Здравствуйте. А что с балконом? Ну, пустим. Конечно. Надо отправить посмотреть. Вот здесь вот хранились иголочки для патефона. Коробочка такая. Надо реставлировать уже. Так вот приятно послушать. Да, то есть, видите... У нас есть очень такая книга, хорошая, она выявляет эту дорогу, Сталин. Вот смотрите. Видите, как это? Сталин говорил очень фонтезно. Кстати, вот Орден Победы, первоначальный эскиз Проблили. Он принес Сталину телефонограмму о том, что наши войска освободили Орел и Белгород. И вот Сталин в этой комнате принимает решение, что в честь победы наших войсков и освобождения Орел и Белгород в Москве будет руку, которая дала веру в победу. И вот уже вечером 5-го Сталин возвращается по железной дороге в Москву. Все настоящее, да? Это все подлинные вещи? Да. Вы можете не провести. Это я не спрашивала? Вы поставили на даче Сталин? Была. Да. Вы тоже, наверное, забыла. Мне очень интересно, мы поставили.